Такой конкурс на право завоевать золотое перо общественного объединения «Беларусь» проводится в стране впервые. Инициатором проведения в нашем городе первого тура выступила Пинская городская организация. На участие в творческом конкурсе откликнулись многие ребята, которые делают первые пробы пера. Учебные заведения приняли очень активное участие в проведении этого конкурса. Нам поступило более 20 работ. Работы очень хорошие. Мы в состав жюри включили специалистов, профессионалов из Пинского Вестника и нашей телерадиокомпании «Пинск». Конкурс «Золотое перо Белой Руси» проходил в нескольких номинациях. И в каждой – культурное путешествие с Белой Русью, мой уголок земли родной, родина на киноленте времени – было представлено сразу несколько работ. Дети и те, кто им помогал, учителя, наверное, в школах и в других учебных заведениях, в университете, очень ответственно отнеслись к этому конкурсу. И работы достаточно на высоком уровне, как оценивают специалисты, журналисты, непосредственно представлены для рассмотрения работы. Практически во всех номинациях принимали участие школы и гимназии города. Хотелось бы отметить плодотворную работу средней школы номер 1, 14, 17, 18, 16, гимназии номер 2. Данный конкурс вообще способствует прежде всего такому хорошему творческому сотрудничеству учащихся и учителей. Потому что все работы были выполнены ребятами под, конечно же, непосредственным руководством педагогов, которые отследили, отсмотрели и помогли не только в написании, в корректировке работ, но также и в оформлении. Как член жюри могу сказать, что большинство работ сделаны с любовью к родному городу, его историей и духовному наследию. Начинающие журналисты пробовали себя в разных жанрах и удивляли глубокими знаниями и своеобразным подходом к выбранной теме. Кстати, интересно была раскрыта и тема культурного путешествия с Белой Русью. На удивление, больше всего работ именно по этой тематике представлено, именно по работе с Белой Русью. Дети, во-первых, почему? Потому что Белая Русь, наше городское объединение, проводит очень много мероприятий в учебных заведениях и в других первичных организациях нашего города, где имеются первичные организации Белой Руси. Естественно, у людей откладываются в памяти те мероприятия, которые проводили. Конечно, всех победителей ждут награды. Мы постараемся отметить и тех, кто принимал участие в городском конкурсе, какими-то призами, для того, чтобы люди получили свою оценку за свой труд. Я надеюсь, что этот конкурс станет традиционным и мы в будущем будем его проводить. Лучшие работы будут представлены на участие во втором областном туре. И как знать, может девятиклассница средней школы номер 18 Валерия Фисковец, лицеистки Анастасия Стоян и Анна Демьянец, одиннадцатиклассница средней школы номер 14 Милана Кривецкая и другие смогут завоевать высшую награду конкурса «Золотое перо Белой Руси». Продолжение следует...